Мир вам, братья и сестры! Сердечно приветствую всех вас на нашем собрании. Слава Господу за день воскресный, когда мы все вместе в Доме Божьем, мы можем поклониться Ему. И нам нужно приготовить сердца свои, чтобы выслушать Божье Слово, чтобы принять это Слово как истину, как Слово от Господа, напитаться этим Словом и исполнить его в жизни. Сегодня с нами подростковый хор, который будет воспевать Господу, и мы вместе хотим поклониться Спасителю нашему. Он достоин славы и дадаст Господь, чтобы в наших сердцах, у каждого, кто будет сегодня на собрании, в сердце была благодарность. Мы хотели бы прославить Спасителя за то, что Он совершил для нас. Давайте склоним головы наши, мы помолимся и попросим благословения. Наш Господь, мы благодарны Тебе за новый день, за утро воскресное. Мы благодарны Тебе за то, что Ты хранил нас до этого часа, Ты благословлял и помогал нам. Благодарим Тебя за верность Твою, за то, что Ты исполняешь обетования Твои и благодать Твоя всегда с нами. Мы благодарны Тебе за то, что Ты даруешь нам возможность быть вместе. Мы собраны, мы Церковь Твоя, мы хотим поклоняться Тебе и прославлять Тебя. И мы просим Тебя, благослови нас в этом собрании. Дух Твой Святой, да, соверши свою работу в сердце каждого, кто пришел сюда. Мы хотим поклониться Тебе и просим Тебя, чтобы Ты принял молитвы наши, благодарность нашу, славу нашу. Господь, мы желаем слышать Твое Слово и просим Тебя, чтобы Ты благословил братьев, которые будут возвещать это Слово. Господь, скажи это Слово к сердцам нашим, чтобы мы приняли его, как богодухновенное Писание, через которое Ты действуешь Духом Твоим Святым. Я молюсь Тебе за тех, которые нуждаются в покаянии и в изменении жизни. И прошу Тебя, чтобы и сегодня Ты говорил к сердцам таковых, чтобы сегодня, Господь, в это благоприятное время, каждый нуждающийся в спасении, мог прийти к Тебе, раскрыть свое сердце и получить дар вечной жизни. Я прошу Тебя, чтобы Ты благословил народ Твой по всему лицу земли. В этом воскресном дне, Господь, даруй радость всем детям Твоим, где бы они ни находились. Особенно наша молитва за переживания, за тех, кто находится в переживаниях, скорбях, страданиях. Господь, мы молимся, чтобы война остановилась. Мы молимся Тебе за людей, которые страдают, за раненых, за тех, кто в горе находится. Господи, пошли свое утешение. И яви свою благодать, чтобы церковь Твоя была ожидающей Твоего пришествия. «Прибудь, Господь, с нами в этом собрании. Тебе слава за все. Аминь». Мы будем петь вместе, споем два гимна «В Иисусе нашел я счастье» и «Также Ты для меня спаситель». Иисусе нашел я счастье, Иисусе нашел я счастье, Иисусе нашел я счастье, Иисусе нашел я счастье, Субтитры создавал DimaTorzok 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 ПЕСНЯ Ищите прежде Царство Божие и правды Его. Все остальное предложится Вам. Аллилуйя, Аллилуйя. Счастье Божие и шарик ветер, А вновь и наси мир. И радостно снятие Богу. Аллилуйя, Аллилуйя. Просите и будет вам лава. Ищите и найдете. Счастье Божие и твое твое. Аллилуйя, Аллилуйя. Время приблизилось сказку Своего. Ищите ищите Христа. Бог призыва, если хочет спасти. Аллилуйя, Аллилуйя. Дорогая церковь, приветствую вас. Слава нашему Господу, что у нас сегодня есть милость Божия над нами, что мы можем вместе собраться. И с позже момента я хотел поблагодарить церковь и всех братьев и сестер, всех, кто молились за конгресс молодежный, который прошел прошлую неделю. Было много покаяния, много благословения, и семя было посажено. Молитесь за тех, кто покаялся, обратился к Господу. Много подростков тоже поехало с нашей церкви, и другие были там, и дети тоже, чтобы вот это слово, которое они слышали, они могли потом в жизнь ее принять и плод принести, чтобы Бог благословил это. Я бы хотел сегодня наше внимание обратить на очень важную тему, которую я долго думаю и разышляю. Как вы знаете, у нас при церкви есть академия. И я бы сегодня хотел, буду по-английски говорить, это the purpose of Christian education, цель христианского образования, и что Слово Божие говорить, и какие уроки мы можем взять, или какие applications мы можем принять. Please open your Bibles to Proverbs 22, Proverbs 22, verse 6. In Proverbs 22, verse 6, it says, Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. В русском, Настав юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и он состарится. Train up a child in the way he should go. Ephesians chapter 6, verse 4, we also read, And you fathers, do not provoke your children to wrath, do not provoke your children to wrath, but bring them up in the training and omission or instruction of the Lord. In these two passages, we see this word train is repeated. If you look closely at what this word means, train, it's instruction. It's something not just you say at one time. It's repealing. It's a continual thing. And the question is, or what the word should go mean. It also means that it's commanded. So when we read this verse, it says, Train up a child, he should go, he shall go. In what way? That is a commandment. That is a commandment of God. And that is found in God's word. We as Christian parents frequently fall or fail in this aspect because we're not consistent. What I've noticed in myself or in just parenting is that consistency is the key in training. Consistency, постоянство, оно очень важно, когда в воспитание идет детей. And we fall short quite often. We also read in Ephesians chapter 6, it says, Fathers, not just fathers, but parenting, both parents. Provoke not your children to train and instruct. You know, the statistics say that children with actively fathers that are engaged in their academics, those students have a higher chance of passing the grade or have A's more likely to succeed in in school. 43% will receive A's, and their lower percentage will fail if the fathers are not present in their academics. We also see the purpose of Christian education is to assist the family and the church in the ministry of reconciliation through the instruction centered upon Jesus Christ, founded upon the absolute truth of God's word. We read in 2 Corinthians chapter 5, verse 18, Now all things are of God, and who has reconciled us through Him, through Him, through Jesus Christ, and has given us the ministry of reconciliation. Now all things are through God. We know everything was created by God and through Him, through Jesus Christ, and so therefore we must glorify His name. The other passage, John chapter 1, verse 5, 1 through 5, In the beginning was the Word, and the Word was God, with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through Him, and without Him nothing was made that was made. In Him was life, and the life was light of man, and the light shines in the darkness, and the darkness did not comprehend it. So we see that in these two passages, we have already a purpose of why it's important to have Christian education. There's a reason for that, and it's to partner with the church and the family. The Christian school does not replace the home. It's not a place where it's going to replace you as parents if you're sending your child to a Christian school. It is to work together for a common goal, together to work beside with each other to reach that. I bring an example quite often, is that if we imagine ourselves, if we were all in a boat, and we set ourselves inside the boat, and we gave us, obviously, rowing paddles, and we would have to start rowing. And we had a clear direction where we wanted to go. But say one decides not to row, decides to put their hands down, says, I'm tired, I'm exhausted, I can't do it. Do you think we would be able to reach our goal? Probably not. But it would take quite a bit of strength to reach that. We would probably go in circles. That's why it's important that the church, the family, and the school work together. Well, the definition of a Christian education is found a Bible-based, Christ-centered process of leading the student to Christ and equip them with knowledge, skills, and attitude for effective Christian service. Bible-based. That means every subject that is being taught in a Christian school should be taught according to God's Word. That there should be no doubt saying, no, this is not true, or no, I'm not sure about that. We should be planting the seeds of truth and the absolute truth from God's Word. Christ-centered process of leading the student to Christ. God desires everyone to be saved. And the desire of the administration, the teachers, is for the child to come to know Christ as their personal Savior. And I believe that's your greatest desire for your children as well. You want them to be successful. You want them to have a good education and healthy. And we all desire that. But the most important thing that we as parents, we want our children to be saved. Isn't that true? Yes. And so when we see that it's Christ-centered process of leading the student to Christ. Not only that, it's equipping now with the knowledge, skills, and attitudes, teaching students the character qualities. Character qualities and work ethics that we'd be helpful in life. I tell students all the time, and those that are sitting here, they know. Attitude is such a big character quality, a good attitude to have. If you have a bad attitude, it's like a flat tire. You can't get far. You're not going to be able to get to your destination until you fix it. And it comes from character. Of listening, obeying, it comes to small steps. And it starts training as soon as they're born. At one, two, three, four, five, and so on. One, we can't expect our students or our children come home when they're bombarded with ideology and saying they need to be focused on themselves and how they feel, and they come home and expect them to obey from the first time. It's a very hard challenge. Right now, I want to shift our attention to the characteristics of a Christian school. And I know there's a lot of different ones in how depth, but just briefly of six things means that we must understand what is Christian education and what the six things are. The first one is spiritual ministry. It provides an opportunity for your child to witness for Christ. Children do not grow up spiritually stronger in a negative, non-Christian environment. Sometimes parents have an idea of, well, if they only go there, then they will grow stronger. It provides for the students and the child to grow in an environment that is safe and is healthy. Students do not become stronger Christians by being taught by non-Christian thinkers. It also provides spiritual applications for your child to grow in Christ, teaching the most important principles of God's Word. For the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but the fools despise what? Wisdom. If we say that God's Word is the ultimate truth and that is the source of knowledge and wisdom, then why? We sometimes say, it's okay if my child goes there. It's okay if they're being instructed by a humanistic teacher. One of the greatest battles that I noticed, and you probably know too, is the heart and the mind of a child. The greatest battle right now that's going on is the ideology. A person's thinking of how they view, and this battle is between a biblical worldview and a progressive worldview. And those two are clashing today, and we know our faith is under attack. Maybe we're sitting here peacefully and we're worshiping God. Yes. But we know that out there, there's a battle going on, and a battle for our teens and for our children every single day. And they start questioning, well, is this true? Is this what my parents said? Is this correct or not? The Christian education says we believe in God-centered education. That's what we Christians believe. The progressive education says there's no God. You don't need to. There's no creator that created you and me. You're not creating your own in the image of God. They deny that. Christian education says be authoritative, speak the truth with authority. In the beginning was the word. That is authority, God's word. Progressive education says we don't need authority. Why? Because man is basically good. He inherited good instincts, and so therefore he's good. And we know in Romans, we read, it says all have fallen short of the glory of God. All have sinned and come short of the glory of God, and they have missed it. And our children are born in a sinful nature. Christian education also says that we believe in discipline. It's important to train and discipline our children. The progressive education says we don't need discipline. They say discipline harms, and it harms their creativity, their self-expression, how they feel of how they want. And it's very sad that we see that sometimes amongst our children. They come with the desires of, well, I want this, without even understanding. And sometimes we just simply say no. And it's very difficult for a child to accept that no. They want an explanation. They want us as parents to explain why we said no. Can it just be simple, because I said so? Because I'm your parent, and God gave me the full right, because I gave you birth, I nourished you, I disciplined you, and now you're 13, 12 years old? And if I say no, because God has given me the ability and the right to say that. And if you question it, that's one thing, but you need to submit to that. And there's a battle for that going on. Number two, the academics part. Outstanding curriculum that reaches all grade levels, including preschool to 12th grade. A child by K-5 is able to read. By K-5, he's able to read God's Word. He can memorize the Scripture and hide it in his heart. High achievements. Christian schools offer better level of instruction. And this can be a debatable question, but if you look at the statistics, standardized scores, there is a difference. Students that go in through homeschool or Christian schools, they have a higher chance of accepting to college. We also see the biblical perspective textbooks. Without the Bible, education is just nothing more than a blind leading a blind. Without God's Word, it is a blind leading another blind person. Proverbs talks about it. And destruction, we know their end is destruction. These people that the fool said in his heart, there's no God. This fool, this person, he's rejecting the intellect of who God is. And so they're denying that. For all practical purposes, public education has been taken over by atheists, humanistic, and moral people that have no moral standards. There's no mention of God and God-centered education. That has all been rejected. Yes, at one point, the United States was founded on biblical principles or things, or say, good moral principles that were drawn from biblical principles. And things have changed. Even now, in our schools, they're focusing on equality, making sure that the student is being accepted. They're rejecting the idea of there's a man and there's a woman, and there's two parents. But now there's two partners. It's in our literature books. You go to the library, you go to other many public schools, you see that there's two, a book, and it says, Heather has two moms, or there's a king and a king, or not a king and a queen. They're replacing the pronouns of being called a he or she to they, them. What is that all talking about? It's the sinful nature that has been moved upon our children and our teens, and they're exposed to that. And then when they come to teens, when they come to school or to church, we expect them to not be battling with these ideas. There's a huge battle going on for their minds. Discipline is very important. It's to ensure learning, to build Christlike character, to teach higher academic achievements. In Colossians chapter 3, verse 17, And whatsoever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and Father by Him. Christian school educators maintain discipline in classrooms. And it's difficult, because when you have a classroom of 20 children, and they're rowdy, and they love to talk and share their emotions and what they did over the weekend, it can get challenging. But the Bible teaches that for whom the Lord loves, He disciplines. And it is within the context of love and discipline. My desire to correct this child is for him to change from this behavior into the proper way. That is our desire for Him. The progressive education has otherwise. As long as this is fixed, and that's it. The soul care is missing in the public schools. So discipline is done with love. What's intention to correct the child. And it says, do not remove the rod. And yes, we don't start beating our children's up and telling them to do this or that. But we're guiding them, instructing them in the knowledge of Jesus Christ. Number four, standards. They're there to protect the learning environments. We all desire for our children to go to safe schools. Is that correct? But right now, our children going to schools, we don't know what can happen tomorrow. And there's a big danger because another student is exposed to a whole different lifestyle. And he's consumed and addicted to video games. And his mind is so consumed, he goes to school and he's thinking this is a different reality. And he starts taking different actions. And our child is amongst them. So there's a huge danger in that. So we have these standards to protect the learning environment. Making sure students are learning in a safe place. And they're expected for students to live according to God's word. There are students that know what's expected from them. A moral lifestyle. When they use God's name in vain, we call them out. When they say God's name in vain, and that is one of the commandments, we say that is wrong. It is sinful. You do not use Jesus Christ as a vain or slang language. What's happened out there? Almost every other. I was talking to another teenager who went through a couple years in our school. And he's in high school. And he says, you know what, Mr. Marchico, I miss SCA. I said, why? He said, I miss it because one of my teachers is lesbian. My other teacher cusses, left and right. Other teacher does this. And I'm exposed to it every single day. And he's in high school. And it broke my heart. And I'm praying for him. I said, Lord, protect him. Protect him. Because when he gets out after he finishes high school, that none of those things that were indoctrinated by the teachers were plantices that he would not carry. And he said, you know what, I miss SCA because they had Christian teachers and Christian principals. It's very important that we understand what's going on in the real world. Activities. Keep students' interest. There's different field trips. There's different activities that they do, sports and electives that we have. And that is still under development. And I ask the church to pray. Or you see or you have a desire to help in this ministry. We're open to that. Keep the students' interest in school. Promote students for learning. Develop students' creativity. It's there for them to create. Also, when we have art class, students in K-4, K-5, they start learning how to do different art projects. And these activities are there for them to develop. Number six, stewardship. To teach students to respect and care of the school because it is God's, not theirs. And I want to use this opportunity to mention to all children and teens that are listening. The facility that you're in right now is not yours. It is God's. It was dedicated to God and His place where God is worshipped. And therefore, you need to respect it. Not treat it as your own and do whatever you feel like you can. And sometimes we notice that when children go to use the restrooms and it's misused, supplies are misused. My question is, do not treat it this way. Do not mistreat God's property as your own. Teach students to be responsible for their work. We also strive for excellence. And we're striving to encourage students to be responsible. If they leave something, pick it up. But don't leave your textbooks out anywhere and just go home without taking them back. Teaching them these important, important character qualities. I understand the Christian school education environment is not perfect. It's not going to solve the problems or the things or challenges parents might face. But it is near what God has for us to provide for our children that is available in the secular education world. Where God in His Word is not welcome. It is far more better than what is going on over there. We won't be able to replace parents. And the biggest influence that one may have on the upbringing and the training on the child, I notice, is the relationship between the husband and the wife. Between the parents, the biggest influence that one can have on the child and training up is when both of them are united. Both of them have the same desire to serve the Lord. We read in Proverbs 22, verse 6, Train up a child in the way he should go. And when he's going to get older, when he's going to grow up and he's going to leave your home, he will remember the things and examples that you have placed. And the seeds that were placed in their hearts. In Deuteronomy chapter 6, verse 7 through 9, we read, And these words which I command you today shall be in your heart. You shall teach them diligently to your children, and shall talk of them when you sit in your house. When you walk by the way, when you lie down, and when you rise up, you shall bind them as a sign on your hand, and they shall be fortlets between your eyes. You shall write them on the doorposts of your house and on your gates. God gives a clear instructions to the Israelites, to those families at the time, says this is what you need to do. Instruct your children. This word is for us today. I understand there's a lot of grandparents sitting here and say, well, what can I do? I mean, my children are all older, it's to pray for your grandchildren. Братья и сестры, мы нуждаемся вашей молитве. Здесь кто сидит, бабушки, дедушки, мы нуждаемся молитвой за наших детей, за внуков. Они стоят большой битвой сейчас. И эта битва все силы дьявольские направляются, чтобы этого человека украсть, убить и погубить. Его желание это сделать. Я бы хотел наше внимание, чтобы мы могли обратиться в молитве сейчас. Я хочу призывать вас, чтобы мы помолились за школу, академию, потому что там битва происходит каждый день. Есть разные сложности и вопросы с студентами, с родителями. И мы нуждаемся вашей поддержке. Это служение от церкви, как и другие разные служения. И там проповедуется и Евангелие, и наша цель, чтобы этот ребенок, какому бы в возрасте ни был, или в классе, чтобы, во-первых, он поздал Иисуса Христа как личного спасителя. И мог возрастать, познавая Его. Это наше желание и цель. И, конечно, есть и стандарты, дисциплина и другие моменты в школе. Но из-за них самая важная цель – это ребенка привести к Христу. Это только мы можем сделать с молитвами и с примером в наших домах. Да благословит нас Господь, чтобы мы не унывали, чтобы мы молились за наших детей, за подростков. И когда они уходят в школу, чтобы мы молились за них, потому что у них битва стоит каждый день, когда они там находятся. И жалко, когда родители небрежно или как-то легкомышленно подходят этому вопросу. Да благословит нас Господь. Склонимся, помолимся Ему, поблагодарим Ему за все. Аминь. Господи, Боже мой, мы приходим в Тебе в этот час. Благодарим Тебя за Слово Твое, которое Ты нам оставил. Я благодарю Тебя за Христианскую Академию при Церкви, которую Ты тоже одна же, Господи, с братьями, Господи, Ты через них мог совершить это дело, Господи. Это служение началось. Господи, благослови всех, кто учится там, студенты, благослови учителей, благослови также администрацию. Да будет Твоя милость и охрана над нами, Господи. Прошу благослови всех подростков, детей, кто учится в полбэкскурс. Ты видишь битвы, которая происходит каждый день. Я молюсь, чтобы мы могли, Господи, строиться на страже, молиться за них, Господи. Благослови их всех, братьев, сестер, пожилых, Господи, бабушек, дедушек, чтобы они молились за внуков, за подростков, за детей, Господи, за молодежь, чтобы это поколение, Господи, могло полностью Тебе посвятить и жить для Тебя. Господи, благослови нас, помоги нам, Господи, вникать в Слово Твое и также, Господи, жить по Нему. Господи, храни нас, берегай, да прославь Твоим имя в нашей жизни, Господи, в наших семьях, чтобы Ты был, Господи, центром нашей жизни. Тебе за все славим, поклоняемся, наш Бог, Отец, и Дух Святой. Аминь. Подростки и молодежь, хочу задать вам вопрос. Вы когда-то молились, Господу, вот с вопросом, к чему Ты меня призываешь? Ведь кого-то из вас Бог призывает и, может быть, будет призывать стать будущим пресвитером, пастором, миссионером, учителем в воскресной школе. Вы молились когда-нибудь о своем призвании? К чему Бог призывает вас? Вы молились когда-нибудь Господу с вопросом, Господи, может быть, Ты призываешь меня поступить в семинарию, в христианский колледж или христианский университет? Я побуждаю родителей, поощряйте ваших детей, когда они вырастают, когда они стоят перед вопросом, поступать в христианские учебные заведения. Нам для нашей церкви нужны те, кто закончили, которые получили степень, которые знают, как служить Господу, если это ваше призвание, и Бог вас к этому призывает. Будьте открыты к этому. Мы стоим за христианское образование. Нам нужны те, кто знают, желают, имеют от Бога призыв служить Господу. Поэтому Бог да благословит всех, кто думает об этом, или, может, те, кто никогда не думали о христианском образовании, молиться Господу, получить ответ, начинать учиться и служить для Господа. И большое благословение для нашей церкви, что уже 18 лет у нас есть христианская академия, где дети могут учиться. Я хотел задать брат, Илья у нас директор христианской академии. Я знаю, что у нас сейчас заканчивается уже запись в школу. И для нашей церкви, для наших членов церкви есть специальная возможность в первую очередь. Можешь немножко слов сказать? Вот о инроллмент, то, что сейчас идет, и что родители могут знать, как они могут записать своих детей. Несколько слов. Дорогие родители, у нас открыта регрессация для следующего года. В связи у нас очень много людей, кто хочет тоже поступить в нашу школу, других церквей. Мы хотели дать приоритет вам прежде. И до завтра, если у вас еще желание есть, и вы молитесь, не знаете, зайдите онлайн. У нас есть веб-сайт са-еджуа.org. Вы также этот веб-сайт можете найти на церковном. Если попадете на церковный наш веб-сайт, там есть отдел, такое христианское образование или отдел, и нажмите, и она сразу вам окроет наш school-веб-сайт. На наш school-веб-сайт вам придется, нужно будет сделать аккаунт. Нажмете, аппликацион, аккаунт сделайте, потом аппликацион, заполните все, и мы потом уже получим эту аппликацию через онлайн. После этого мы уже к вам созвонимся с вами, какие-то вопросы, может, встречу назначим, но это какой-то процесс, который мы проходим. Есть еще время, молитесь, будем рады. Сейчас, просто в данный момент, если так статистики смотрим, христианские школы и homeschool enrollment очень increased. И много с кем я общаюсь, в других христианских школах, нет места. Классы все быстро забивают, потому что люди начинают, даже неверующие люди, они понимают, что что-то не так там. Система у нас неправильного образования, и они своих детей забирают. Неверующие люди, люди, которые Бога не верят, забирают своих детей и ведут к школу, где есть какое-то образование и какое-то знание, которое передается. И они согласны. Даже люди, не то что верующие, а другие. Есть мусульманы, они понимают, что там, что творится, что-то не так. и они готовы, чтобы ребенок свой сидел в христианской школе, слушал эти духовные истины, но они готовы на это идти, главное, чтобы они получили. И это также есть возможность евангелизации. Благословит вас Господь. Если какие-то вопросы есть, подходите, обращайтесь, звоните, буду рад ответить. Звучит песня. 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 ПЕЧАЛЬ Хотя непонятны подчас ПЕЧАЛЬ Красивыми делают нас ПЕЧАЛЬ К нам жизнь преподносит урок ПЕЧАЛЬ К душе обречается Бог Слава Богу! Я вижу город белоснежный И пристань тихая близка Я слышу голос Бога нежный Приди ко мне, я жду тебя В чертоге дом не будет горя Не будешь лить ты больше слез В моих очах ты очень дорог Сказал так любящий Христос Там древо жизни среди рая Растет для верных Божьих чад О друг, надежды не теряя Стремись войти в тот чудный град В том граде ярко очень светит Лицо Спасителя Христа Не нужно там и солнце света Царит повсюду Божья полнота Не унывай, но твердо веруй Борись, пока ты на земле Стремись достигнуть совершенства Получишь мир в своей душе А я тебя люблю так сильно Из-за тебя я кровь пролил Все для тебя устроил дивно Что больше ты меня любил Под крыльей я тебя сокрою Безмерно будешь ты счастлив Моей вечной любовью Ты будешь в небесах, Вадим Книга жизни там открыта Как яркий луч горит она И улицы там золотые Страна-то радостью полна И юность вечно там пребудет Как белоснежная волна Там чистота и святость будут Любви и мира не от конца И если любите вы Бога Стремитесь ближним рассказать Что он придет И очень скоро Пред Богом надо всем предстать И кто спасителя здесь примет Навеки будет тот спасен Своей рукой он тех обнимет Кто в книгу жизни занесен Аминь Мы выслушаем пение сейчас После этого если у нас есть родители Которые принесли детей Для молитвы благословения Вы можете пройти и мы будем молиться Песня 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 Вдруг потерпит в надежде крушенье, Значит, воле угодно Твоей. Если горе постигнет нежданно, Если жизнь пролетит, как во сне, Я твержу про себя неустанно, Все ко благу содействует мне. Я твержу про себя неустанно, Все ко благу содействует мне. Слава Богу! Пожалуйста, представьте ваше наследие. Максим Сушко. Братья и сестры, мы будем молиться за маленького Максима, Чтоб Господь благословил его. Я прочитаю текст Писания. Книга Исход, 34 глава, с 8 стиха. Моисей тотчас пал на землю и поклонился Богу. И сказал, если я приобрел благоволение в очах Твоих, Владыка, Туда пойдет Владыка посреди нас, Ибо народ сей жестоковыен. Прости беззакония наши и грехи наши, И сделай нас наследием Твоим. Вот на этой последней фразе я хотел бы остановиться. Желание Моисея было, Его молитва, сделай нас наследием Твоим. Он понимал все проблемы, все трудности, Он понимал, что это за народ. И Он как отец выступает, Ходатайствует за этот народ, И Он просит Бога, сделай нас Твоим наследием, Чтобы мы Тебе принадлежали. Я верю, что это Ваше желание также. Бог дал Вам наследие. Бог дал Вам еще одного Сына. И Господь благословил Вас. Это Ваше наследие. Но Вы сегодня принесли это Господу. Посвятить Господу, молиться Господу, Сказать Господь, мы хотим, чтобы мы, Вся наша семья были Твоим наследием. Чтобы Господь Его благословил. Да даст Вам Бог мудрости. Вот по примеру Моисея, который молился за народ, Молился за себя, молился, понимая, Что он перед Богом стоит. А Господь сказал, он провел, Как бы прошел пред Моисеем и показал, Что он Бог человек веколюбивый, милостивый, Но и наказывающий за грехи. И Моисей понимал свою ответственность перед Богом. Да даст Вам Господь понимать эту ответственность, Как родителей. Служите Господу, любите Бога, Молитесь за Ваших детей, И Вы будете Божьим наследием. Аминь. Давайте встанем, братья и сестры, И мы совершим молитву. Мой Иисус, дорогой, Я Тебя благодарна, Господь, Что Ты меня охраняла берегом для этого часа, Господь. Также, Господь, благодарю Тебя, Что Ты послал мне много милости и благословений, Господь. Что Ты мне послал семью любящего мужа. Также благодарность Тебе за сыночка Максимку. Ты, Господь, да нам мудрости родителям, Как правильно его воспитать, Господь. Научить его, чтобы он Тебя любил от всего сердца, Господь. Слава Тебе за все. Пусть несется его веки веков. Аминь. Дорогой Отец мой Небесный, Благодарен, Господи, Тебе за этот день, Господи. Благодарен, Господи, Что может тут собраться в мире, Господи. Я благодарен Тебе и за сына, Который Ты нам послал, Господи. Благослови его, чтобы он был Твоим детем, Господи. И служителем Твоим, Господи. И сохранивайся, крадо слава, Господи, Который окружает этот мир. Даруй нам мудрости родителями, Господи. И меня как отцу воспитает, Господи, Что был Твоим детем, услышавши молитвы. Аминь. Господь, Отец наш Небесный, Мы приходим Тебе в этот час. И вместе с родителями мы просим Тебя, Чтобы Ты благословил это дитя. Они принесли его, Господь, предлицо Твое, Чтобы посвятить Тебе. И мы просим Тебя, Господь, Сохрани его в этой жизни. Благослови его, защити его. Помоги, Господь, ему во всем. С самого раннего детства, Господь, Будь с ним. Услышь, Господь, эту молитву родителей, Которые взывают Тебе. И подобно когда-то, как молился Моисей, Господи, пойди с ними И сохрани их в этом жизненном пути. Дай мудрости родителям, Чтобы воспитывать детей своих, Чтобы наставлять их в учении Твоем, Чтобы показывать им пример Истинной христианской жизни. А этого маленького Максима, Господи, проведи по жизни. Ограждай его от бедствий, От беззакония, от греха, От болезни и от несчастий. Господи, сохрани его для вечности. И благослови, чтобы в свое время Он пришел к Тебе. Он обратился к Тебе и отдал свое сердце. Чтобы он служил Тебе, Был верным Тебе всегда во всем. Чтобы он был служителем Твоим И мог исполнить то определение, Предназначение, которое Ты имеешь для его жизни. Господь, мы посвящаем его Тебе, Мы просим Твоей милости, И мы за все благодарим Тебя, Спасителя нашего. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Пожалуйста, садитесь, братья и сестры, Мы выслушаем пение хора. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Он распростер небеса, И как шатер раскинул небо, И из праха он Адама сотворил, А из ребра его предложил ему Еву. Так чудно все он в этом мире совершил, Нельзя ничто убрать, а также и прибавить, Но кто же мог вот так, как он себя прославить? На небесах небес Господь в чертогах восседает, На кругом всей земли престол его, Сияньем радуги сверкает, Алмазной роспью великолепных звезд. И это чудо люди небом называют, Там ангелы святые Бога прославляют, И серафимы воздают ему хвалу, И гром и музыку чудесную слагают, И ярких молний блеск кругом все озаряет, И страшное великолепие вокруг его венчает. Что значит, человек, что ты вникаешь Во все его дела и мысли и поступки, И помнишь, никогда не забываешь, И пищу и питье во время посылаешь. И все дела наши за нас ты устрояешь, Своей заботой, как солнцем окружаешь, В лучах любви твоей сердца всех оживают, Не спрятаться нигде и не укрыться. Ты знаешь все, ты знаешь, ты видишь все вперед, Не петь тебе хвалу восторги невозможно, И заплатить нам нечем за любовь твою. Не может человек увидеть Бога, Исчезнет вмиг от красоты его. Лишь в час ночной я встану на колени И низко, низко наклоню главу. О, мой Господь, ты мой Спаситель, Как сильно я тебя люблю! Я имею в виду. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 И я хотел, мне попросили сказать о проповеди И как проповедь прошла Мне понравилась одна проповедь О отношении нашей к Слову Божьему И наше отношение к Слову Божью Зависит от того, сколько мы читаем Изучаем и самое главное исполняем И это будет видно в нашей жизни ежедневной Как мы, наше отношение к церкви Или к семье, или к служению Или даже к греху Наше отношение к Слову Божьему Будет видно потом и в нашей жизни И чтобы у нас было правильное отношение Ко всему другому и к Слову Божьему Надо читать его И было много рассказано Иисус Навин 1.8 Да не отходит себе книга закон от уст твоих Но поучайся в ней день и ночь Дабы в точности исполнять все, что в ней написано Тогда ты будешь успешен в путях твоих И будешь поступать благоразумно И еще одна мысль была из одной проповеди Что Библия имеет очень много силы И она самая популярная книга в мире На большую дистанцию со второй И она очень много продается И это не потому, что она какая-то интересная Историческая книга Но она имеет настоящую силу Она живая книга И имеет силу изменить человека в жизни И тоже написано было Что 2 Тимофея 3.16 Это все писание Богу вдохновенно И полезно для научения Для обличения Для исправления И для наставления в праведности И весь конгресс было большое благословение Мы изучали Слово Божие Было много семинариев И сейчас Витя тоже расскажет о семинариях Как уже было сказано Конгресс был очень насыщенный Из много уроков И один из этого были семинары Семинары приходили два раза только К сожалению Хотелось бы больше Но я хотел просто поделиться одной мыслью Которую я для себя принял И хотел сначала рассказать один стих Записан в 1 Коринфянам 6 глава 12 стих Все мне позволительно Но не все полезно Все мне позволительно Но не все должно обладать мною Я как и у многих У каждого из нас есть вот эти гаджеты Которые мы носим с собой И одна очень важная вещь Это что у нас есть свободная воля Мы можем делать что хотим Мы можем заходить куда хотим Смотреть что хотим Но надо смотреть за собой Что может нам все позволительно Но не все полезно И это большой урок для меня Который я взял что я могу делать много чего, но я должен следить за что именно я вложу в себя. Вот это можно обратно связать и с Библией, потому что когда ты вложишь в Библию в себя, то есть засеиваешь, то она там растет, и она тогда начинает обладать тобою. Братья и сестры, приветствую вас. Спасибо, что вы молились за Конгресс, за целый процесс. Был процесс подготовки, был процесс приехать, прилететь туда, кто не успел на самолеты, кто как-то другие нюансы были. Я один из тех. Но хотел поблагодарить вас. У нас, знаете, был не только один Конгресс. У нас было их, наверное, два или два с половиной. Говорили, что смотрели. Я думаю, родители много смотрели. Многие говорили, что они смотрели, слушали с разных частей мира. И было, я думаю, довольно больше людей, которые слушали на онлайн, чем там были физически. Так что благодарю вас, братья и сестры. Вы видели все участие, слушали хотя бы отчасти, где у вас получалось. Но я думаю, это принесло пользу. Много было участия, много было людей. И, во-первых, это вдохновляет. Вдохновляет молодую молодежь, которые смотрят и увидят, что есть на свете другие верующие с разных стран, с разных мест, и что они служат единому Богу, тот же самому Богу. И не служат ему вере и в истине. Во-вторых, это участие. Иногда пословица есть less is more по-английски. Но нам, славяне, очень нравится больше. Больше податков, подготовки, больше участия, больше служения. Было служение и участие тех, которые вы видели там на сцене и за камерой. И были участия, которые невидимы. Были behind the scenes. Все они важны, все они помогли, я думаю, и принесли пользу. Но главное, это вопрос мой. В таком множестве участия и participation могло это ли принести славу Богу? И, думая о этом, разговаривать с людьми, я думаю, это принесло славу Богу. Потому что были люди, которые реально поменяли свою жизнь, отдали полностью Богу свою жизнь. Те, которые посвятили свою жизнь полностью Богу. Бог видит сердце. Бог видит, что это, я думаю, принесло ему славу. Потому что главная цель это достичь сердца молодежи. Я думаю, эта цель была completed. Слава Богу, братья и сестры, спасибо, что молились. Слава Богу, как сказал Витя, уже действительно было большое разнообразие и на семинарах, и были темы, которые были более насущные для молодежи, были темы, которые были более духовные, более глубокие, которые позволяли молодежи вникнуть в апологетику и другие аспекты христианства немного глубже. Также, вы знаете, много было участий, и в этом тоже было благословение, в том, что столько людей было готово провести свое участие, потрудиться. Это большой процесс, который занимал много времени до этого. И это было большое благословение. Вы знаете, даже не все, кто хотел потрудиться и поучаствовать, имели эту возможность. Но, тем не менее, даже вот с этим маленьким количеством мы видели, насколько благословено наше братство, насколько благословены наши братья и сестры, наша молодежь в участии. Бог дарует таланты, и слава Богу за это. Также был и призыв. Был призыв в течение конгресса для того, чтобы люди каялись, и люди каялись. Люди выходили, выходила молодежь, это были новые покаяния, это были также покаяния, обновления. Но также был призыв для того, чтобы каждый вышел, кто хотел, вышел со своей Библии, чтобы они поблагодарили за это слово и посвятили или оновили свою жизнь для чтения Библии. Вы знаете, было большим благословением видеть не только молодежь, которая выходила, но также выходили люди постарше. И они давали огромный пример и были огромным ободрением и наставлением для молодежи и показывали, что в этом нет ничего стыдного. Выйти вперед, посвятить свою жизнь Иисусу Христу, показать это смирение, показать то, что для тебя слово Божие важнее, чем, возможно, мнение других, я думаю, было очень важно. И Господь благословлял, Господь благословлял этот конгресс и благословлял, я уверен, каждого, кто там побывал. Слава Ему за это. Спасибо. Слава Богу. От нашей церкви на конгрессе было, наверное, 350 человек, я думаю. Кроме молодежи было много тех, кто помогали, security, медиа, обслуживание, родители были. И я уже слышу от некоторых мнения, что у меня такое ощущение, что на следующий конгресс появится половина церкви. Но это было благословенное время, наверное, многие из вас смотрели, и у нас есть небольшое видео, чтобы вот чуть-чуть почувствовать атмосферу этого конгресса. Пожалуйста, братья. Субтитры создавал DimaTorzok Конгресс 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 2023 Ют-Конгресс Европейский молодежный конгресс 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 Мы бомбардируем себя настолько разной информацией, инстаграммами, снэпчетами, соцсетями, мисинформацией, разными вещами, что у нас в конце концов не остается места для этой женщины. И вот, представляете, когда слово звучит, оно не просто звучит, оно согревает. И если оно не согревает, то скажите, кому нужна такая церковь, которая не согревает? Дорогие друзья, молодежь, я сердечно приветствую всех вас на четвертом молодежном конгрессе здесь, в Тайлор, Техасе. Дорогие друзья, приветствую вас на конгрессе о слове. Я прошу, чтобы Господь благословил вас, и чтобы слово стало частью вашей жизни. Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вы по этих камерах Субтитры создавал DimaTorzok Отец Небесный, во имя Иисуса Христа нашего Господа, Господи, я верю, что в этом собрании много людей, которым просто нужно примириться с Тобой. Господь, я молю Тебя, ради голгофской жертвы Иисуса шли покаяние и сокрушенное сердце всем тем, кому это нужно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Слава Господу за это доброе время. Молитесь за молодежь, которые приняли решение. И для всех нас это большое решение – посмотреть на свое отношение к Библии, обновить это отношение, любить Божье Слово, читать, исполнять. Давайте мы встанем все вместе, споем общим пением за любовь, за милость, за спасение. Благодарим. И во время пения у нас также будет материальное служение. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 Он говорит воскреснуть во Христе, чтобы получить обещанное Господа. Познание включает в себя такое слово, как знакомиться или знать. Когда у нас бывают членские собрания, и кого-то принимать члена нужно, и спрашивают, скажите, кто знает его, кто может о нем что-то сказать? И вот человек встает и говорит, я знаю его, я могу рассказать о нем. Это говорит о том, что человек где-то с ним имел что-то общее, или работал, или жил вместе, или, может быть, где-то имел общение, и он говорит, я знаю его. Это означает, что он имел с ним какое-то общение, он знал его. И это отношение, оно показывает нам, что человек что-то о нем знает. Вот таким образом человек должен познавать Иисуса Христа. Он показывает, что когда ты познаешь Христа, ты с ним знакомишься. У тебя, слава с ним, особое отношение. Чтобы нам понять, обратимся к примерам. Вот некоторые говорят, что у Иисуса Христа были любимчики. И Иоанн был как любимый ученик Христа. И он о себе говорит, что я был любимый. И мы думаем, почему так получается, что у Христа были любимчики, а остальные, может быть, тогда, получается, ну, не такие отношения были. Но, оказывается, Христос любит одинаково всех. Но настолько человек имеет желание познавать Христа, настолько Христос и познает Его. Насколько человек любит Христа, настолько любит и Христос Его. Смотрите. Иоанн лежал у груди Иисуса. И это ему позволяло иметь ближе отношения, чем у других. Один раз, когда Христос последний раз собирался с учениками, и они собрались в горнице. И Христос говорит, один из вас предаст меня. Это было непонятно ученикам. В это время Иоанн лежал у груди Христа. Там были все ученики, и Петр дал знак Иоанну, говорит, спроси у Него. Он понимал, что если я спрошу, Он мне может не ответить, а тебе Он ответит. По причине, что у них были особые отношения с Ним. Так и получилось. Он спросил, и Христос объяснял, что Он имел в виду. Чтобы нам понять, как иметь отношение со Христом, как познавать Его, Иисус Христос преподал урок Петру. Когда Он воскрес, и Он встретил у Галилейского озера, сделал для них пищу, и они возлежали. И Он подходит к Петру и говорит при всех такие слова. Петр Иоаннин, любишь ли ты меня больше, нежели они? То есть, он имеет в виду других учеников. И он это сделал три раза. И Петр попал в смущение. Он не понимает, почему он меня спрашивает о любви больше, чем они. Оказывается, он его настраивал на то, что, чтобы познавать Христа, нужно любить Его особо. Не как другие. Не потому, что другие люди любят Его меньше, но потому, что ты должен сконцентрироваться на Христе. Ты должен понять, что Я и Христос, мы должны искать общение друг с другом. Этого Господь ищет. Продолжая урок, Он поднимает Петра и говорит, иди за Мною. Петр встает и идет за Ним, оглядывается, идет Иоанн. Опять же, тот ученик, которого любил Иисус. И тому ученику было больше позволено, вероятно. Никто не мог встать и пойти. А Иоанн идет. И Петр поворачивается и говорит, учитель, а он что? И он говорит такие слова интересные. Что тебе до этого? Ты иди за Мною. Он говорит о том, что человек должен делать независимо от того, что люди делают окружающие его. Даже в церкви, друзья, родственники. Очень сложно сегодня молодежи, когда есть тренд. Вот так все делают, и я так буду делать. Не понимая, угодно это Богу или не угодно. Правильно это или неправильно. Но так же все делают. Но Иисус Христос показывает Петру, что независимо от того, что как делает, кто как идет, он говорит, ты иди за Мною. Когда я тебе сказал, он говорит, ты иди за Мною. И это приоритет. Иногда мы имеем отношения друг с другом, имеем близкие отношения. Можем даже как бы назвать друзьями. И чтобы это произвести, человек делает очень-очень интересную вещь. Он угождает. Чтобы нам достичь чего-то в жизни, и когда мы видим, что от какого-то человека зависит то, что мне выгодно, то, что мне может быть необходимо, я начинаю угождать. И у нас становится отношение особое, не как у других. Угождение – это начало для общения, начало для того, чтобы были у тебя отношения особые. Когда в семьях, особенно в молодых семьях, бывают какие-то проблемы, братья приглашают или к ним приходят беседовать, и иногда говорят такие вещи. Вы попробуйте угождать друг другу. И на самом деле, если человек начинает угождать в духе любви друг к другу, отношения меняются. И это работает, оно действует в жизни нашей. Но апостол Павел, он показывает, что приоритет должен быть не тому, что мне выгодно на земле, то, что мне интересно, или может, тут интересно. Он поставит приоритет к Иисусу Христу. Давайте мы посмотрим, он говорит в послании Галатам, интересное место. Первая глава, 10 стих, 1 стих. Он говорит, у людей ли ныне я ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Апостол Павел показывает, чтобы отношения со Христом складывались, чтобы познать Его, необходимо сделать приоритет. И он говорит, людям угождать это удобно. По жизни оно помогает. Но для меня, говорит, важнее это угождать Христу. И кроме того, он ставит противовес. Если я угождаю людям, то я не буду рабом Христовым. Принцип раба или его жизнь раба, его сущность раба, это постоянно угождать своему господину. Я думаю, это так. И он называет себя во многих местах рабом Иисуса Христа по одной причине. Или по одной из причин. Он постоянно искал, чтобы угодить Христу. Дьявол это тоже знает. И когда Господь хочет иметь с нами отношения особые, чтобы мы познали Его, и Он познал нас, то Он имеет в виду, чтобы мы могли принести славу для Него на земле. Потрудиться, сделать какое-то доброе дело во имя Его. Сатана это знает. И у него есть метод влияния, чтобы эти отношения прервать. И это несложно. Это мы все знаем. Сатана сам не спал с неба по одной причине, что он возгордился. Он захотел быть подобным Всевышнему. Он это сделал с первыми людьми, Адамом и Евой. Он говорит, вы будете подобные, подобные Господу, подобные Богу. Вы будете как боги. И это сработало. И теперь этот вирус, он вошел во всех людей. И мы замечаем часто, когда человек даже малейшего достигает, а если он много достигает, то это явным образом появляется какая-то гордость, или может быть превосходство, или даже просто значимость. Ну я же теперь в принципе уже не как все. И сатана этим пользуется. В этом случае прерывается отношение с Господом. И служение Богу прекращается. Может быть человек делать по своей способности или по талантливости что-то для Бога, но он не будет для Бога иметь никакого значения, потому что он делает от себя. Господь не прославится. И в этом случае мы видим, что Господь, он приходит... Все равно он не имеет права касаться нас без права Господа. Но он имеет право обольстить нас, как Адама и Еву. Так он и делает. И человек иногда на это склоняется. Чтобы это прервать или чтобы Господу добиться в нас того, что он желает, он посылает сатане, разрешает действовать. Как у Иова. И тогда Господь допускает сатане, чтобы нам приходили искушения и страдания. По одной причине, чтобы в нас не появилась гордость. Чтобы мы не подумали о себе больше, чем должно быть, а скромно по мере веры, которую Господь дает нам. Апостол Павел это понимал. Его жизнь была вся жизнь в страданиях. Когда он рассказывает о себе, о тех переживаниях, о тех трудностях и скорбях, которые он имел, то ты думаешь, ну не всякий человек такое выдержит. Но это было не все. Апостол Павел говорит, если мы перелистим один листик назад, и мы откроем второе послание Коринфиана, 12 главу, и седьмого стиха прочитаем, апостол Павел говорит, кроме тех страданий и переживаний, которые он имел, он говорит так, «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился, трижды молил я Господа о том, чтобы удалил от меня, но Господь сказал мне, довольна для тебя благодатью моей, ибо сила моя совершается в немощи, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова, потому я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда я силен». Апостол Павел нам открывает новую аксиому, «Когда я немощен, тогда я силен». Нам трудно понять, как понять немощь, может иметь силу. Оказывается, апостол Павел знал этот закон, и Господь ему открыл, он не оставил его в тайне, что эти страдания, они были настроены на то, чтобы ты не превозносился. Апостол Павел понимал это все, но, однако, он был подвержен, и эту опасность он имел. Просто возгордиться или превознестись. И чем больше Бог открывает нам своих тайн, чем больше Бог использует в нашей жизни самого себя, тем больше у нас искушения, и тем больше страданий будут нас посещать. Я общаюсь с братьями, которые несут служение, но когда я узнал за их жизнь, семьи, здоровье, каких-то других случаев, что трудно представить, какие страдания. И при этом они служат Господу, и довольно-таки успешно. Апостол Павел говорит, «Поэтому я благодушенствую в скорбях, в гонениях, в страданиях, в унижениях». Это, если другим словом объяснить, то это хорошее благорасположение духа. Быть удовлетворенным тем, что ты имеешь. Как можно быть доволен, когда ты в обидах? Иногда нас кто-то обидит, и мы уже можем выйти из себя и не разговаривать, и терять интерес к другим вещам, и к служению Богу, потому что нас кто-то обидел, кто-то нас притеснил. И Господь нам дает трудности или переживания с одной целью, чтобы мы, вот принимая это, могли смирять себя. Он говорит, «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Нам даже невозможно представить, когда мы можем встать перед Господом, и Бог нам будет противиться. Он знает, как можно противиться гордому. И когда человек смиряется, Бог его использует. Мы видим на примере и Иосифа. Это много примеров с него мы имеем. Ну вот представьте, у Иосифа было отношения с отцом очень близкие. И он угождал ему. И он был добрый и мягкий. И это все бы устроило. И это отца устраивало. Но для Бога этого было мало. Когда Господь увидел, что он может через него прославиться и исполнить свою волю, он его вводит в трудное состояние. 13 лет, наверное, примерно он был в рабстве. И он понимал, как угождать своему Господину, будучи рабом. И вы знаете, он его возвысил. И у Бога не было плана, чтобы сделать его правителем или управителем той страны, Египта. Мы говорим, да, Бог его возвысил. Но не это была причина. Господь образовывал свой народ. И он, конечно, помог отцу своему и своим братьям. Но у Бога был план образовать народ Божий. И под его покровительством народ Божий образовывался. И мы дальше видим, Моисей вывел их. Иоанн открыл Христа народу. И только когда Христос пострадал и умер, в храме занавесь разодралась. И открыла нам свободный доступ. И теперь Господь хочет, чтобы наши отношения строились непосредственно со своим Христом. Чтобы наша жизнь строилась в понимании Его, Его воли. Это самое основное, чтобы слышать голос Божий. Иоанн говорит в Евангелии от Иоанна, вернее, Господь говорит в Евангелии от Иоанна. Это одна еще из пониманий познания Христа. Он говорит в 10 главе стих 27-28 «Овцы мои, слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит из руки моей». Очень важно не только слышать голос Божий, но и слушаться его. Вот это для нас очень важно, чтобы, когда Господь говорит нам, зная Его, понимая Его, мы могли повиноваться голосу Его, чтобы Его имя прославлялось. И Сатана будет всегда препятствовать тому, чтобы мы понимали голос. Апостол Павел говорит, когда мы прочитали, он говорит, «Но Господь сказал мне, довольна для тебя моей благодати». Апостол Павел это понял. И когда в нашей жизни Господь говорит нам, нам необходимо услышать и понять. Господь говорит нам через Слово Божие. Весь Конгресс был настроен на то, чтобы мы понимали, что Слово Божие для нас очень важно. И Господь нам говорит через Слово Божие не просто, когда мы читаем, а когда мы его исследуем, когда мы ищем там для себя какого-то ответа в своей жизни, в наших переживаниях, в наших трудностях. Если мы с ним не соединены, нам очень трудно перенести эти страдания. Иногда страдания приходят по нашей причине, непослушание или, может быть, какой-то грех. И потом мы теряемся, мы не знаем, как перенести. Но человек, который знает Господа близко, Господь Духом Святым наполняет его и дает ему силу переносить те трудности, которые мы переносим. И самое основное, наверное, то, что мы имеем, то через познание Христа мы имеем уверенность в спасении. Наверное, это самое ответственное для нас – понять Христа и быть уверенным в спасении. Когда мы подойдем, каждый из нас подойдет к тому рубежу, когда нам нужно будет перейти реку смерти. И это непросто. Я видел людей, которые перед самой смертью, когда им предлагали покаяться, они не могли этого сделать, потому что сатана приготовил их так, что они не могли даже сказать, Господи, прости меня. И это печально. Но когда человек соединен с Господом, этот рубеж для него не страшный. Любые страдания или скорби, которые человек переносит на земле, он с Господом их в силу перенести. Иногда у людей появляется ложное понятие того, что мне не страшно умереть. Человек живет неправильной жизнью, а он говорит, а я не боюсь умереть. Какая разница? Сатана иногда дает ложный страх, и человек не принимает это. Но Господь говорит, очень интересное место, Евангелие от Матфея. Прочитаем и будем заканчивать. В наше время и выходит. Тот, кто не соединен со Христом, он не знает его лично. Он говорит такие слова. Евангелие от Матфея, 7 глава, 22-23. Он говорит, «Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили. И тогда объявлю я им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». У людей появляется надежда или уверенность в спасении, но она ложная. И это была причина только одна. Он говорит такие слова. «Я никогда не знал вас». Мы возвращаемся к той мысли, что человек, не познавший Бога, может делать какие-то дела, проповедовать, служить и служить Богу. Но когда он подойдет ко Христу, когда он скажет, «Открой мне двери, ты видишь, мы что делали во имя Твое». И это страшные слова. Это как приговор многим людям. Он говорит, «Многие люди подойдут и скажут мне, Господи, отвори нам». Одна причина, что он не знает их, но прежде они не знали его. Это было для них трагически. Поэтому он говорит, «Отойдите от меня, делающие беззаконие». Человек имел ложную уверенность в том, что он придет ко Христу и хожу к нему, откроет дверь и скажет, «Заходи». Они говорили, «Не твоим ли мы именем все делали?» Если такое он скажет тем, которые служили Богу, то он скажет обычным нашим нам людям, что «Я тебя не знаю». «Ты меня не познавал в своей жизни, когда у тебя было время, когда тебе было благоприятное время, но ты не хотел меня познавать». Он говорит, «Я тебя не знаю». Чтобы нам не подойти к вратам и услышать эти слова, нам необходимо познавать Господа. это состояние, когда человек говорит с уверенностью, «Открывай мне дверь, Господи, я пришел, я раб Твой». Есть два слова таких однокоренных. Мы с детьми, когда они были маленькие, разбирались эти слова. Дерзость и дерзновение. Однокоренные, но они противоположные. И вот мне пришлось такой пример привести детям, что если маленький мальчик, может быть, парень, у которого папа имеет пост, ну, вплоть до президента, и он в любое время может подойти к дверям, открывать дверь, и зайти к папе по самым необходимым причинам, небольшим, может быть, и взять, или получить то, что ему нужно, и выйти. И вот его друг увидел, что так можно, идет к дверям, пытается открыть двери, и то же самое сделает, что и этот мальчик. Его взяли, отвели, и сказали, «Ты беззаконник. Ты делаешь неправильно. Ты не имеешь права это делать». И он, может быть, не понимает, скажет, «А почему я не могу? Ведь мой друг же сделал». Но мы взрослые должны понимать, что такое дерзость и что такое дерзновение. Дерзновение – это когда мы имеем право назвать Господа Отцом Своим и прийти к Его простого благодати, имея на это право. Но если я не знаю Его как Отца, если у меня нет с Ним никаких отношений, то я просто прихожу как беззаконник. Я имею не дерзновение, а дерзость. Поэтому, когда мы это понимаем, Господь нам показывает, что для нас очень важно познать Христа в своей жизни, потому что, когда подойдет наше время, уже будет поздно. Пусть Господь даст нам разумение, что это очень важно в жизни нашей, в свое время, когда мы приняли Христа, приняли крещение, начинать познавать Его в своей жизни. И пусть Господь благословит нас, что когда мы подойдем к Его дверям, когда мы скажем, Господи, отвори нам, Он нам отворил бы и сказал, войди, Господин, войди, раб мой, в чертоге Господина моего. Это для Тебя. Да будет слава Ему за все. Аминь. Помолимся. Господь, дорогой Отечественной, мы Тебя благодарим сердечно, что Ты даруешь нам еще возможность склониться у ног Твоих. Господи, мы дети Твои, и мы нуждаемся в Тебе, Господь. Мы хотим познавать Тебя в жизни своей, чтобы, придя к вечности, Господи, Ты отворил нам двери и сказал, ты раб мой, войди, Господь, войди в радость Господина моего. Господь, благодарим Тебя, что Ты заботишься о каждом из нас. Ты спасал, спасал, Господи, и спасаешь многих людей. Но Ты желаешь, пока мы живы, и пока мы на пути, чтобы мы могли познавать Тебя, чтобы мы могли познавать волю Твою и исполнять на земле ее. И Ты нам даешь, Господь, в жизни переживания, страдания с одной целью, чтобы смирить нас, чтобы Ты мог, Господи, действовать на людей, влиять для спасения многих душ, Господи. И мы понимаем, что это важно. Пока есть время благодати, Господь, помоги нам понимать Тебя, слышать Твой голос, исполнять его, чтобы нам достигнуть вечности, чтобы нам, Господи, быть угодным Тебе. Благослови нашу церковь, всех людей, которые слушают нас, приходят сюда, но еще не знают Тебя, Господи, Ты поторопи, потому что время приходит к концу. И время благодати, оно завершается. Поторопи, таковы, Господь, и дай нам быть верными Тебе во всем, ожидая Твоего прихода. За это служение, за это время благоприятное, за этот день прекрасный, когда мы, Господи, имеем это спокойное время, Господи, спокойное небо. Многие люди в страданиях и переживаниях, Господи, в гонениях, где-то война убирает, где-то земотрясение, Господи, Ты показываешь, что время приходит к концу. Помоги нам на это внимание обращать, чтобы ближе к Тебе прийти, чтобы познавать Тебя и жить в воле по воле Твоей. За Твою заботу Тебе слава, наш Бог, Отец и Святой Дух. Аминь. В этом году у нас готовятся два ретрита для семейных пар. Уже начинается регистрация, и мы сейчас посмотрим видео, пожалуйста, о тех ретритах, которые готовятся. Пожалуйста. Субтитры создавал DimaTorzok и субтитры создавал DimaTorzok May 4-6 for couples married from 2010 to 2016. And the second retreat will be held June 16-18 for couples married from 2017 to 2023. Меня зовут Венимин Бальжик и нам предложили вместе с вами участвовать в семейном ретрите, который будет проходить с 4 до 6 мая в Церкви Спасения. Вместе с моей женой Кринстал мы воспитываем девятерых детей. И наше желание вместе с вами порассуждать на текст из книги Зусанавина, 24 глава. Я и дома буду служить Господу. Хотелось бы вместе с вами рассмотреть такие темы, как благословение семьи, в чем оно заключается. Точнее, мы с вами рассмотрим принципы двух благословений. Благословение Исаака, которое он дал своим двум сыновьям. Также мы с вами поговорим о возможностях семьи, о том, что есть проблемы, трудности, но в любых трудностях нужно искать новые возможности для развития христианской семьи. А также мы с вами будем говорить о служении семьи. Как сказал Исаус Навин, я и дома мы вместе будем служить Господу. Что значит служить вместе всей семье Господу. Ну и, наконец, хотелось бы вместе с вами поговорить о некоторых принципах семейной жизни, о традициях, о некоторых привычках родителей, о том, как они сказываются на детях. Итак, с 4 по 6 мая вместе с вами мы разделим радость общения. А также есть возможность провести отдельную беседу или встречу с сестрами. Возможно, моя жена Кристалл сможет также поучаствовать вместе с вами, вместе с сестрами, поговорить как жена, как мать, как доктор. Она у меня лечит пациентов. Она в домашняя школа. До богослови, Господи, каждого из вас. Надеюсь, до встречи. Здорово. 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 Субтитры сделал DimaTorzok and your husband to just get away just for a little bit, take a time out in your marriage, have some reflection, some introspection, maybe make some decisions that will let your marriage soar, get stronger and better. I remember those early years when my wife and I got married and it wasn't so smooth sometimes and we were just trying to find our way as young people being married. And so I think this would be a great opportunity. I wish I went to something like this when I was your age. And so please come and join us for Marriage Masterpiece. Look forward to seeing you there. You'll find the registration link posted on our church telegram page. Be sure to register soon because space is limited. If you have any questions or need a financial assistance, please contact Pastor Андрей Чепин or Pastor Андрей Кухай. Yes, 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 that's not... Yes, 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 she has changed. Yes, 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 태о над землей, Садитесь, братья и сестры, потому что у меня есть приятное объявление. И уже это я сократить никак не могу, такие приятные объявления, которые в нашей церкви. Я прошу, чтобы сюда прошел брат Виктор Горелов. Пожалуйста, проходи, брат. Видите, какое сразу радостное восклицание. Конечно, приятное объявление. И приглашаю сюда сестру Диану Вакуленко. Пожалуйста, сестра, проходи. Братья и сестры, вот перед вами молодые люди. Они принимают решение и с сегодняшнего дня они объявляются женихом и невестой. Брат Виктор, он с нашей церкви. Сестра Диана, она недавно приехала с Украины в церкви Кирклэнда. Поэтому вот с сегодняшнего дня это радостное объявление. Хочу представить родителей Виктора. Это брат Павел и сестра Людмила. Вот они здесь находятся. Родители Дианы, они по-прежнему в Украине находятся. Поэтому молитесь за них, чтобы Господь благословил их. Господь да поможет вам в вашем решении. Приняв это решение, сделайте его по слову Господа. Храните себя в чистоте до дня бракосочетания. Давайте помолимся, братья и сестры, за этих молодых людей. Господь, мы благодарны Тебе за то, что вот перед нами молодые люди, которые принимают решение создать семью. Мы просим Тебя, благослови их и помоги. Веди, Господь, их по этому пути, и да будет эта семья, созданная для славы Твоей. В руки Твоей святой благодати придаем их и за все благодарим Тебя. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok